Согласно археологическим данным, наиболее ранние и очевидные свидетельства, приручение лошади относится к так называемой батайской культуре, это территория современного Казахстана. Есть немало пещер и скал в мире, где древние люди изобразили лошадей. На некоторых из них лошадь является объектом охоты, а на других на лошади уже скачет человек, что является доказательством ее одомашнивания. В античных гробницах Ближнего Востока сохранились изображения колесниц с лошадями, которые относятся аж к 20 веку до нашей эры. Эти факты говорят о том, что лошадь уже многие века верно служит человеку. Ученые считают, что приручение лошади является революционным событием в истории человечества. Благодаря лошади человек стал более мобильным, длинные дистанции на лошади преодолевались намного быстрее, конницы делали армии сильнее и любая информация доходила до адресата в разы быстрее. Недаром мощность моторов до сих пор исчисляется именно в лошадиных силах. Сегодня я хотел бы рассказать и показать вам, как в Узбекистане производится седло. Один из важнейших атрибутов, связанных с лошадью и ездой верхом. Для этого мы посетили местечко под названием Бахмал. Этот населенный пункт находится примерно в полтора часа езды из Самарканда на север. Предки практически всех коренных народов Центральной Азии были кочевниками. Лошадь для них была одним из самых важных домашних животных. На ней можно было быстро передвигаться, пахать землю, а в некоторых странах конина до сих пор является деликатесом. Лошади идут на убой по особым случаям, например, на свадьбах или похоронах. В сельских местностях Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана до сих пор разводят лошадей. Езда верхом в этих странах до сих пор рассматривается как символ мужества и силы. Мастер Турсумба Аскаров является специалистом по седлам в четвертом поколении. Все его седла окрашиваются в красный цвет, это их семейный бренд. Для изготовления седла мастер использует древесину местной ивы. Это мягкий материал, который легко подается обработке. Здесь используются сухожилия коров и овец, а также кора березы. Иногда поступают спецзаказы на седла из древесины ореха. Такие седла стоят намного дороже, чем обыкновенные, так как сама древесина дорогая, а работа очень трудоемкая из-за жесткости этого дерева. Такие заказы приходят только от очень богатых людей. Дерево шлифуется специальными ножовками и выравнивается специальной тяпкой. Обычно перед тем, как взять заказ, мастер приглашает заказчика к себе домой и просит его привести с собой фотографии и видео его коня. Также расспрашивается о породе, возрасте и других особенностях животного. Разумеется, учитываются также особенности самого всадника и его особые предпочтения. Никакие 3D-модели на компьютере не разрабатываются. У этого мастера весь процесс производства делается вручную. Все размеры, углы и формы берутся из годами накопленного опыта и знаний, переданных им предками. После того, как каркас седла собран и отшлифован, мастер переходит к следующей стадии. Детали сначала склеиваются обычным древесным клеем. После склеивания мастер делает контрольную шлифовку ножовкой и переходит к следующей стадии. Для нее специально покупаются сухожилия коров и овец у самаркандских мясников. Внук Турсамбайаке молотком измельчает сухожилия животных, которые в итоге превращаются в материал белого цвета, который похож на волокна хлопка и шелка. Этот материал нужен для поверхности седла, чтобы сделать его прочнее. Конечно же, на сегодняшний день есть много других искусственных синтетических веществ для обивки седла, но мастера используют традиционный материал, которого у кочевников за счет скотоводства было всегда достаточно. Животное происхождение этого материала чувствуется и после обработки. Натуральный запах сохраняется долго. Для изготовления одного седла используются сухожилия 20 коров или 40 баранов. Обработка идет двухслойная. После покрытия седла двумя слоями сухожилия мастер обклеивает все седло корой березы и красит его в красный цвет. Кору березы мастеру доставляют из бухары. Таким образом, седло становится очень прочным. Даже очень высокая и низкая температура воздуха не могут повредить такое седло. Оно получается на 100% из натуральных материалов. И все же, хотелось бы отметить, что на видео мы видим демо-версию изготовления традиционного бахмальского седла. Если перейти к цифрам, то на одно седло уходит от 30-35 дней времени. После того, как мастер собирает каркас седла и склеивает отдельные части друг с другом, оно высыхает в течение 15 дней. Затем, седло покрывается двухслойным сухожилием и оставляется на 12 дней. И только после этого, оно обклеивается корой березы и красится. Основные инструменты это тяпка, разные ножовки и пила. Ежемесячно мастер изготавливает 4-5 седла. Независимо от того, есть ли конкретный заказ или нет. Он точно знает, что на его качественные седла клен всегда найдется. Его основными покупателями являются всадники, которые принимают участие в Кубкари – древней традиционной игре кочевников, которая до сих пор проводится в странах Центральной Азии, в основном весной, например, в честь национального праздника Навруз. Седла Турсумбаякя рассчитаны на такие породы лошадей, как хорабаер, ахалтикин и кыргызских лошадей. А вот и заказчик, который приехал забрать эксклюзивный аксессуар для своего скакуна. Прямо дома у мастера можно сделать тест-драйв на новеньком натуральном седле ручной работы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ